Доброе утро, дорогие зрители! Здравствуйте! С вами Елена Краева и Наталья Гончарова. И встречайте новый день с нами! Смотрите «Утро» на ОТВ. Сегодня в нашей программе вы увидите Экономия, надежность, экология. Глава округа посетил отделение Мособлгаза в поселке Барвиха и ознакомился с их работой. Подготовка к открытию. Андрей Иванов посетил Центр диспансеризации здоровья Подмосковья в Одинцове. Сезон клещей. Чем опасны эти насекомые для домашних животных? Узнал наш корреспондент. Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Сотрудники Одинцовской городской прокуратуры рассказали о нововведениях. Встреча с космонавтом. В преддверии Дня космонавтики в образовательном центре «Флагман» на вопросы детей ответил герой России Андрей Борисенко. И от классики и до современности. В первой Одинцовской библиотеке состоялся квартирник, на котором выступил музыкант Алексей Алексеев. Сегодня будет много нового и интересного. Не переключайтесь. Однозначно оставайтесь с нами. Сегодня 12 апреля. В этот день, в 1903 году, в Лондоне, на маршрут вышел первый в мире городской автобус с двигателем внутреннего сгорания. А в 1929 году, 12 апреля, вошло в историю как день основания первой в истории страны туристической компании «Интурист», ставшей символом туризма СССР для всего мира. Еще больше о значимых событиях, произошедших в этот день, вы узнаете в нашей рубрике «В этот день в истории». Смотрим. 74 года назад на юго-западе столицы СССР города Москвы началось строительство главного здания МГУ на Воробьевых горах. Под строительство вуза выделили участок площадью 100 гектар у излученной Москвы-реки. Технический проект и генеральную смету на строительство комплекса, этажное здание и высоту шпиля МГУ утверждал Сталин. Для работ доставили строительные части с объектов атомной промышленности и несколько тысяч заключенных. Счастливчикам, имеющим рабочие специальности, реальный срок заменили на условный, а несколько человек со стройки удачно сбежали. Несмотря на это, 16-тысячный коллектив строителей Московского университета работал с энтузиазмом. На необыкновенную стройку ехали молодые люди со всей страны и выдавали по пять норм в день. Работали под лозунгом «Закончим срок строительства нового университета и будем учиться в нем». 40 лет здание считалось высочайшим в Европе. Пока в 1990 году во Франкфурте-на-Майне не возвели более высокую ярмарочную башню. 12 апреля 1961 года первый человек с планеты Земля, гражданин Советского Союза, старший лейтенант Юрий Гагарин, на космическом корабле «Восток» стартовал с космодрома Байконур, вышел в космическое пространство и совершил полет на орбите искусственного спутника Земли. Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководил главный конструктор Сергей Королев. Этот эпохальный полет длился 108 минут. О том, что увидел первый космонавт, когда вышел на орбиту, свидетельствует полная стенограмма его переговоров с Землей. После совершения одного оборота вокруг Земли спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории СССР в Саратовской области. Также в этот день, в 1933 году, в Риме начался процесс над Галилео Галилеем. Он был обвинен в признании ложного учения Николая Коперника о том, что Солнце, а не Земля, находится в центре мира и что последнее движется, в том числе совершает оборот вокруг Солнца уже за один год. Ученого держали в заключении в Дворце Святой Инквизиции. На допросах Галилей долго пытался лавировать, но под угрозой пытки 22 июня вынужден был отречься от ереси, внушенной ему дьяволом. Поступая так, униженный Галилео Галилей понимал, что затеянный Инквизиции процесс не остановит триумфального шествия нового учения. Но между тем, в нашем округе тоже происходит немало интересного. Да, и как раз к новостям округа обратимся. Итак, газовое оборудование – это экономия, надежность и экология. Однако не стоит пренебрегать возможными рисками. Его некачественная установка или неправильное использование могут привести к необратимым последствиям. Ответственное дело лучше поручить профессионалам. Глава округа Андрей Иванов посетил отделение Мособлгаза в поселке Барвиха и узнал мнение специалистов. Глава округа Андрей Иванов посетил мини-офис Мособлгаза в поселке Барвиха. Отделение работает с 2017 года и обслуживает примерно 80 абонентов в день. Компания официально реализует программу социальной газификации населенных пунктов в Одинцовском округе. В том числе проводит восстановительное благоустройство территории после подключения голубого топлива. У нас на 23-й год сколько должно быть домовладельно? 343 заявки. Ну еще будут подаваться сейчас. Пока неактивная фаза строительства. Традиционно начинают в теплое время строиться. Помимо вопросов социальной газификации, основные запросы граждан связаны с установкой газового оборудования, переоформлением документов при смене собственника жилого помещения, заключением договоров на техническое обслуживание и оплатой за газ. Здесь может обслуживаться любой абонент Мособолгаза. Если этот, допустим, абонент принадлежит другому филиалу, мы, в принципе, можем передать информацию. Для удобства офис оборудован терминалами самостоятельной регистрации посетителей и быстрой оплаты услуг. Продавцы-консультанты помогут определиться с выбором необходимого газового оборудования в зависимости от площади дома и потребности пользователя. В отделении представлена экспозиция газовых котлов и различных аксессуаров, в том числе отечественного производства. Человек получает полный комплекс услуг. Он может как приобрести оборудование, так и смонтировать отопление, установить какие-то дополнительные аксессуары для безопасности. То есть мы отвечаем всем требованиям и потребностям клиентов. Для обеспечения безопасности использования газового оборудования возможна дополнительная установка системы удаленного доступа для отслеживания параметров котла, а также системы, оснащенной GSM-модулем, которая в случае неисправности отправляет пользователю уведомления на телефон. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Центр диспансеризации здоровья Подмосковью на улице Маршала Бирюзова в Одинцове готовится к открытию. Строительство велось в рамках национального проекта здравоохранения и региональной программы «Модернизация первичного звена». Глава муниципалитета Андрей Иванов посетил медучреждение, оценил степень подготовки объекта к приему граждан и пообщался с сотрудниками. До конца апреля Центр диспансеризации здоровья Подмосковью на улице Маршала Бирюзова в Одинцове приступит к работе. Жители округа смогут получить консультацию врачей общей практики, узкопрофильных специалистов, посетить кабинеты эндоскопии, сделать УЗИ, флюорографию и мамографию. В преддверии открытия глава муниципалитета Андрей Иванов посетил медучреждение и пообщался с коллективом. Жители оценивают качество услуги не по ремонту, а по оборудованию, а в первую очередь по тем профессиональным специалистам, которые работают с сервизором, по тому, как вы встречаете наших жителей, как вы их лечите, как провожаете, как улыбаетесь. Медцентр в Одинцове входит в семерку пилотных проектов Подмосковья. Он оснащен всем необходимым оборудованием, но главное – профессиональными кадрами. Руководство Одинцовской областной больницы уделяет этому вопросу огромное значение. На сегодняшний день она является одной из самых крупных в регионе. Штат сотрудников насчитывает 1062 врача и 1608 работников среднего звена. Мы сделали большой прогресс за последние полтора года. У нас получается по сухому остатке по 2022 году 47 врачей и 87 средним суток персонала. И уже за первый квартал этого года, ну, даже плюс 12 сейчас врачей и за среднего 6 человек. Мы занимаемся в первенстве Московского областного включения в оборудовании. Для обеспечения высокого уровня медицины в Одинцовском округе для сотрудников здравоохранения действуют программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Приведи друга». Выплачивается губернаторская надбавка и компенсация за аренду жилья. Кроме того, медработникам предоставляются муниципальные помещения для проживания. Елена Краева, телекомпания «Одинцова». Сегодня в Одинцовском округе ожидается облачная погода преимущественно без осадков. Воздух прогреется до плюс 13, плюс 16 градусов. Подробнее о том, какая погода нас ждет, смотрите через несколько минут. О ней нам подробно расскажет наша молодежная редакция. Ну а мы теперь обращаемся к новостям региона. Белые аисты вернулись из теплых стран на родину и уже успели образовать семьи. Так, на прошлой неделе была замечена пара этих пернатых в гнезде на опоре ЛЭП в одной из деревень Подмосковья. Между тем, белый аист занесен в Красную книгу Московской области. Отлов и уничтожение данного вида предусматривает наложение административного наказания. Кстати, именно благодаря неравнодушному отношению жителей региона к этим птицам и их желанию помочь в сохранении данного вида на территории области, а также ежегодному мониторингу гнезд орнитологами, за сравнительно небольшой промежуток времени удалось увеличить популяцию гнездящихся особей с 85 до 126 пар. Что не может не радовать. Ну а другие новости региона смотрим прямо сейчас. Медицинские организации Подмосковья постепенно оснащают цифровыми дерматоскопами, предназначенными для диагностики новообразований кожных покровов, в том числе злокачественных. Новое оборудование позволяет сделать паспорт кожи человека и в динамике отслеживать патологические изменения, размер, цвет, форму, а также появление новых образований. Диагностика проводится бесплатно по полису ОМС, на ее направит лечащий врач. Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева благодаря нацпроекту здравоохранения. В Подмосковье установили более 400 новых комплексов фото-видеофиксации из 600, которые планируют установить в этом году. Оборудование способно распознать 25 видов нарушения ПДД, в том числе непристегнутый ремень безопасности и использование телефона за рулем. Таким образом, комплексы дополняют существующую группировку техсредств контроля соблюдения правил. Система включает в себя не только камеры на дорогах, но также и специализированное программное обеспечение, центры обработки и хранения данных. Специалисты с помощью аналитического модуля безопасности дорожного движения оперативно отслеживают образовавшиеся очаги и предочаги аварийности. По статистике, с момента внедрения системы фото-видеофиксации на дорогах Подмосковья наблюдается снижение всех основных показателей аварийности. За пять лет число ДТП, погибших и раненых в авариях, сократилось более чем на треть. В Подмосковье объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в феврале 2023 года составил почти 79 тысяч тонн. Объем вырос на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Московская область занимает лидирующие позиции по объемам производства среди регионов. При этом мощности развивают, объемы продукции стабильно растут. Московской областью в феврале 2023 года произведено более 20% от общего объема хлеба и хлебобулочных изделий, произведенных в Центральном федеральном округе, и 8,1% от общего объема. Далее в программе. Сезон клещей. Чем опасны эти насекомые для домашних животных, узнал наш корреспондент. Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Сотрудники Одинцовской городской прокуратуры рассказали о нововведениях. Встреча с космонавтом. В преддверии Дня космонавтики в образовательном центре «Флагман» на вопросы детей ответил герой России Андрей Борисенко. И от классики до современности. В Первой Одинцовской библиотеке состоялся квартирник, на котором выступил музыкант Алексей Алексеев. Увидимся через несколько минут. Не переключайтесь. Ранее в программе. Экономия, надежность, экология. Глава округа посетил отделение МОЗ «Облгаза» в поселке Барвиха и ознакомился с их работой. Подготовка к открытию. Андрей Иванов посетил Центр диспансеризации «Здоровье Подмосковью» в Одинцове. А впереди у нас еще очень много интересных тем. Действительно, сегодня весь мир отмечает День авиации и космонавтики. Праздник установили еще в 1962 году. Спустя шесть лет он стал международным. А с 2011 года у него появилось еще одно название – Международный день полета человека в космос. В 1957 году на околоземную орбиту вывели первый в мире искусственный спутник Земли. А в 1960-м в космос отправили собак – Белку и Стрелку. Спустя сутки они вернулись на Землю. Через год в космос запустили человека. Юрий Гагарин совершил орбитальный облет Земли. Но какие еще праздники отмечают сегодня – смотрим в нашей рубрике. 12 апреля отмечается Всемирный день хомяков. Эти милые домашние животные очень нравятся и взрослым, и детям из-за своего умильного внешнего вида и толстых щечек, куда помещается огромное количество припасов. Хомяковеды полагают, что в 1930 году заулок Израиля Харони отправился на кукурузное поле выслеживать сирийских хомяков, чтобы приручить их. С помощником он принес большое гнездо, в котором находилась мать и множество детенышей. Не забудьте сегодня угостить своего питомца чем-то вкусным. Также сегодня отмечается День плетения из солнечных лучей. Сплести из них можно все, что душа пожелает. Конечно, никто не будет делать из этого эфирного материала шапочку или заниматься макраме, вдохновленно создавая украшающий быт мелочи. Из солнечных лучей хорошо получается плести кружева счастья и радости, вывязывать завитушки хорошего настроения и маленьких безобидных шалостей. Каким-то непостижимым образом солнечные лучи могут вплетаться в нити грубого материального мира, создавая то светлое и теплое, что волшебно преображает любое явление. Пусть сегодня и всегда солнечных лучей хватает для всех. Навыки плетения особой роли не играют, самое главное – желание. Также 12 апреля отмечают День рождения рок-н-ролла, Международный день беспризорных детей, День завтрака на рабочем месте. Праздников очень много, Наталья, в последнее время, как, впрочем, и всегда. Но предлагаю перейти к будням. К будням, да, приходится переходить, потому что мы работаем в будние дни с вами всегда на ОТВ с самого утра. И, между прочим, с нами каждый день – это праздник. Совершенно точно. Ну, переходим к будням. Одновременно со сходом снега наступает начало сезона клещей. Это значит, надо быть особенно внимательными, гуляя в парках и лесах. При этом не забывать заботиться не только о себе, но и о своих питомцах. Чем опасны эти насекомые для домашних животных – в сюжете Полины Баховой. Класс паукообразных подкласс членистоногих или просто клещ. Это крошечное насекомое вызывает трепет и опасение у каждого, особенно в весенний период. Он является переносчиком тяжелых заболеваний и опасен как для человека, так и для животного. Только у братьев наших меньших заметить его гораздо сложнее. Да и вероятность подхватить клеща в разы больше. Клещ является переносчиком многих заболеваний, но самое опасное в нашем регионе – это бобезиоз, пероплазмоз, который более актуален и опасен для собак. Поэтому врачи вновь и вновь настоятельно советуют обрабатывать собак и кошек, причем начиная с февраля. Существует ряд препаратов. Это пероральные таблетки, у которых пролонгированные действия от месяца до трех. Есть капельки на холку, которые лучше использовать в комбе с ошейниками. Но нужно не забывать о том, что препараты могут быть антагонистами и смотреть, чтобы они не блокировали действия друг друга. Для каждого питомца средство обработки подбирается индивидуально. Если после этого клещ все же впился, препарат следует сменить. Вытащить насекомое можно самостоятельно или обратиться в ветклинику. Место укуса обязательно обработать и наблюдать. В случае заражения признаки болезни появятся в течение 10 дней. Если вы на второй-третий день видите, что собака апатична, отказывается от еды, то желательно уже обратиться к врачу и начать диагностику. Вялость, слабость, температура – главные признаки болезни. Яд насекомого, попадая в кровь, действует на все органы животного. Лечение проводится однократным введением препарата. Но до такого лучше не доводить. Вовремя обрабатывать своего любимца и тщательно осматривать после каждой прогулки. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». И к другим темам. Срок подачи апелляционной жалобы, представление на приговоры или иное решение суда первой инстанции увеличен с 10 до 15 суток. С изменениями Уголовно-процессуального кодекса нас познакомили сотрудники Одинцовской городской прокуратуры. Федеральным законом от 29 декабря 2022 года о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации внесены следующие изменения. Теперь по всем уголовным делам оглашается вводная и результивная часть приговора суда или иного решения. Кроме того, увеличен срок с 10 до 15 суток подачи апелляционной жалобы представлений на приговоры или иное решение суда первой инстанции. Увеличен срок с 5 до 14 суток рассмотрения судом жалоб, поданных в порядке ст. 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. И все же я предлагаю вернуться к основной теме дня – День космонавтики. Сегодня День космонавтики. Мы об этом сегодня уже немножечко говорили, но, я думаю, лишним сказать точно не будет. Кстати, наша молодежная редакция отправилась на улицы нашего округа и узнала у жителей, почему бы они вообще хотели слетать в космос. Итак, слушаем наши ответы. Хотел ли бы ты полететь в космос и почему? Я бы хотела полететь в космос, потому что, ну, там много всяких планет, хотелось бы повидать их. Наверное, чтобы узнать, что там находится, потому что я в нем не был. Я не знаю, я не очень хочу в космос. Не хочу в космос. Я хотел в невесомости еще побывать бы. Возможно, я узнаю новую расу, либо какую-то новую планету открою, или что-то по типу такого. Ну, я считаю, что это опасно очень. И я не настолько, как сказать, ну, подготовлен к этому. Что там делать? Конечно, хотел. Потому что там же планеты новые, надо колонизировать. Я знаю, что там звезды, Земля, планеты. Там много всего интересного, забавного и крутого, мне кажется. На природных территориях Москвы после зимней спячки проснулись насекомые. В столице можно встретить порядка трех тысяч видов беспозвоночных животных, большинство которых – насекомые. Далее о других новостях Москвы. В период с января по февраль 2023 года производство одежды в Москве выросло в два раза. В городе все чаще появляются новые предприятия легкой промышленности, которые осваивают производство как классических товаров, так и с использованием альтернативных материалов. И столичные власти активно поддерживают предприятия легкой промышленности. В московском зоопарке вышли из спячки мадагаскарские тенреки. Несмотря на схожесть с обыкновенными ежами, они не являются их родственниками. О тенреках заботятся сотрудники экспериментального отдела мелких млекопитающих, которые создали для них условия, имитирующие зиму на Мадагаскаре. С 15 апреля в Москве стартует фестиваль «Пасхальный дар». На одной из площадок на Тверской площади москвичи и гости столицы смогут принять участие в творческих мастер-классах, расписать пасхальным узором колокольчики, изучить пасхальные мотивы на картинах русских художников и сделать тематическую открытку. Ну и далее в программе. Встреча с космонавтом. В преддверии Дня космонавтики в образовательном центре «Флагман» на вопросы детей ответил герой России Андрей Борисенко. От классики и до современности. В первой Одинцовской библиотеке состоялся квартирник, на котором выступил музыкант Алексей Алексеев. Оставайтесь с нами. Увидимся через несколько минут. Ранее в программе. Экономия, надежность, экология. Глава округа посетил отделение Мособлгаза в поселке Барвиха и ознакомился с их работой. Подготовка к открытию. Андрей Иванов посетил Центр диспансеризации здоровья Подмосковью в Одинцове. Сезон клещей. Чем опасны эти насекомые для домашних животных, узнал наш корреспондент. Изменения в уголовно-процессуальный кодекс. Сотрудники Одинцовской городской прокуратуры рассказали о нововведениях. Встреча с космонавтом. В преддверии Дня космонавтики в образовательном центре «Флагман» на вопросы детей ответил герой России Андрей Борисенко. И от классики до современности. В первой Одинцовской библиотеке состоялся квартирник, на котором выступил музыкант Алексей Алексеев. А сейчас наша молодежная редакция расскажет о погоде. Слушаем. Доброе утро. Погода в Одинцовском округе сегодня ожидается облачная и зябкая. Воздух прогреется до плюс 13, плюс 16 градусов. Вероятность осадков низкая 20%. Атмосферное давление в пределах нормы – 742-745 мм ртутного столба. Ветер слабый – 1-2 м в секунду. Относительная влажность – 42-69%. Магнитное поле спокойное. Световой день составит 13 часов 53 минуты. Луна убывающая. На Руси 12 апреля вспоминали память святого Иоанна Лественничника. Он был автором сочинения Лествицы. Его название переводилось как «лестница». Поэтому славянские хозяйки в этот день готовили выпечку в виде лесенки. А теперь немного о народных приметах. Если сегодня кони спят много, то завтра ожидается дождь. Расцвели одуванчики, лето будет коротким. А если зацвела черешня, то можно сеять кукурузу и свеклу. В этот день ливневый дождь означает, что год будет грибной. Улыбайтесь чаще и пусть погода не влияет на ваше настроение. До скорых встреч. В преддверии Дня космонавтики в образовательном центре «Флагман» состоялась встреча ребят с космонавтом, героем России Андреем Борисенко. Узнать об особенностях самой загадочной профессии и жизни в открытом космосе приехали более 300 ребят из разных образовательных учреждений округа. С космонавтом познакомилась и наш корреспондент Полина Толмачева. Сегодня у нас с вами такая очень интересная, я так чувствую, будет очень интересная беседа. Беседа подразумевает, что должна быть информация идти в обе стороны. То есть я хочу рассказывать вам то, что вам интересно. А я это могу узнать только одним способом, набираясь на ваши вопросы. Летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко встретился со школьниками Одинцовского округа, рассказал о своей профессии, полете в космос и буднях, проведенных в невесомости. В актовом зале образовательного центра «Флагман» собралось более 300 ребят. Вопросы из зала звучали самые разнообразные. Здравствуйте, меня зовут Анастасия Вершова. И у меня вопрос, какова будет первая помощь в открытом космосе человеку, которому стало плохо? Что нужно, чтобы стать космонавтом? Как скоро в космосе начинаешь скучать по Земле? Что будет, если при посадке спускаемый аппарат с экипажем приземлится в другом государстве? Ребята наперебой интересовались нюансами профессии. Андрей Иванович с радостью отвечал на все вопросы. Просто в нашу профессию надо идти с открытыми глазами и очень хорошо понимать, представлять, какие риски она несет. Настоящим сюрпризом для ребят стало присутствие в зале супруги Андрея Борисенко, Натальи. Женщина, в свою очередь, рассказала, каково это быть женой космонавта. Мало приятно, уезжать нужно целых полгода, мусор носить некому, сходить в магазин некому, но на самом деле это шутка. Это очень волнительно, нервы, конечно, напряди. В рамках встречи ребятам также показали несколько документальных фильмов об истории развития космоса и о достижениях сферы сегодня. Школьников встреча очень впечатлила и точно запомнится каждому на всю жизнь. Мне очень понравилось. Во-первых, это очень познавательно и интересно. Во-вторых, я узнала много нового о космосе и, наконец-то, увидела настоящего космонавта. Мне тоже очень понравилось. Очень много интересного запомнилось. И тоже услышала много чего достаточно интересного. София учится в девятом классе «Центр Флагман», а попутно занимается в медиашколе образовательного учреждения и сегодня выступает в роли журналиста. Мы узнали накануне, буквально вчера вечером. Очень много думали, как мы камеры будем готовить, заряжены ли они. Мы все очень рады, что к вам приезжает такой человек. Наш класс даже пришел. Очень странно, что прям в высоком количестве пришли. Здесь очень много ребят собралось. Очень интересно пообщаться с таким человеком. Преподаватель Одинцовской лингвистической гимназии Юлия Аверьянова на мероприятие пришла не как педагог, а как мама. Вместе с дочерьми с удовольствием встретилась героем России. Мероприятие очень значимое для нас, потому что оно охватывает очень много сфер нашей образовательной деятельности, сфер нашей жизни. Перед нами настоящий герой, человек, который и здоровый образ жизни ведет, человек, который действительно образец для нашего подрастающего поколения. Такие мероприятия положительно влияют на подрастающее поколение и переносят массу удовольствия всем участникам, отмечается организатор встречи Екатерина Скорикова. Помогает определиться с профессией, да, это в рамках профориентационных мероприятий. Плюс, мне кажется, каждому ребенку и каждому взрослому очень интересно узнать о космосе, что-то новое, что мы еще не знаем, и причем пообщаться лично, вживую с летчиком-космонавтом, с человеком, который был там и видел все своими глазами. У Андрея Борисенко встреча со старшеклассниками также оставила только самые положительные впечатления. Мне всегда очень нравится общаться с ребятами в рамках различных мероприятий. Это вот одно из тех и всех форматов, которые, на мой взгляд, очень удачные, потому что именно формат беседы позволяет ребятам задать те вопросы, которым интересно, ну, а мне, соответственно, на них ответить. Творческий коллектив школы подготовил для Героя России тематический музыкальный подарок «Ко дню космонавтики». Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Наталья, а ты когда-нибудь хотела задать вопрос космонавту? Честно говоря, удавалось даже задать вопрос космонавту. Ну, я думаю, что хотелось всегда, наверное, полететь в космос. А вот тебе? О, да. Мне кажется, что стать космонавтом – это мечта чуть ли не каждого второго ребенка в России, а может быть даже в мире. Вот, кстати говоря, что касается вопросов, нам с тобой, наверное, повезло, потому что мы с тобой журналисты, и можно задать вопрос практически любому человеку, любой профессии, и все мечты могут сбыться. Но я думаю, что и у наших телезрителей есть такая возможность. Вы, кстати говоря, можете присылать нам свои вопросы, которые вы хотели задать каким-то нашим героям, и я думаю, что мы их зададим. Мы сделаем это при первой же возможности. Ну, и, естественно, мы продолжаем наш эфир. В первой Одинцовской библиотеке прошел «Квартирник», на котором выступил музыкант Алексей Алексеев. Исполнитель представил большой спектр музыки, начиная от классики и до современности. Классические музыкальные произведения, ретро-шлягеры, романцы. А еще виртуозная игра на старинной и электронной скрипке. На сцене первой Одинцовской библиотеки выступил музыкант и лауреат международных конкурсов Алексей Алексеев. У меня нет любимого жанра, я люблю музыку всю. Это может быть что-то классическое, под фортепиано, романс. Это может быть что-то современное. Это может быть что-то вокальное. Тут не важно. Важно, что музыка мне нравилась. Я исполняю только то, что нравится мне. Поэтому все, в принципе, что я исполняю, то они в разных жанрах звучат, но музыка вся невероятно божественно красива. Отличительной чертой исполнителя является сочетание высокого классического репертуара с романтическими песнями и романцами. Также музыкант владеет электронной скрипкой. Когда я учился в университете, я жил в общежитии, и мой друг-гитарист занимался на своей гитаре, на электрогитаре. И тот звук, который там звучал, мне так понравился. И я попробовал свою скрипку подключить к его комбику. И у меня что-то получилось. И я понял, что это что-то невероятное. Исполнитель признается, что любовь к музыке и окружающему миру – это то, что вдохновляет его каждый день. А дома всегда поддержит любимая жена и дочь. Алексей Алексеев поразил всех гостей квартирника своим музыкальным исполнением, а также светлым посылом, направленным на каждого зрителя. Полина Бахова, Екатерина Крамр, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». А теперь мы предлагаем вам вспомнить итоги опросов и вернуться к теме дня – День космонавтики. Да, об этом мы сегодня много говорим. Действительно и праздник такой, что действительно много можно о нем говорить. И он интересный для каждого возраста – и для взрослых, и для детей. Ну а у нас сейчас есть возможность задать вопросы космонавту. У нас эксперт, наш космонавт, Герой России Елена Серова. Какие ощущения у вас были, когда вы увидели Землю с МКС? Когда я посмотрела в иллюминатор, я увидела невероятно огромную Землю. Конечно, это немножко удивительно было, потому что обычно говорят, вот она такая планета наша маленькая, она голубая, красивая, но маленькая жемчужина. На самом деле она невероятно огромная. Но вот атмосфера нашей Земли, она действительно очень узкая, она небольшая, маленькая. И невероятно, чрезвычайно голубая и красивая. Я понимала, что, не дай бог, вот эту вот атмосферу убрать, и планета станет, наверное, такая же, как Марс, безжизненной. То есть вот это вот ощущение первое, оно, конечно, было очень потрясающим и впечатляющим. Есть ли суеверие у космонавтов? Суеверие тоже есть определенный пример. У нас есть великолепная традиция смотреть «Белое солнце в пустыне». Прекраснейший фильм, и мы его обязательно смотрим, когда мы дублируем на этапе дублирующего экипажа. И, конечно же, на этапе основного экипажа со всеми иностранными членами нашей команды. Все-все обязательно смотрят этот фильм. А случались ли в полете внештатные ситуации? Были. У нас были внештатные ситуации. Первая внештатная ситуация была на этапе выведения, когда мы на орбите выведения были. У нас не раскрылась левая солнечная батарея. Потом, правда, она при стыковке со станцией все-таки открылась. Но для нас уже это было не критично. Слава Богу. Было бы критично, если бы мы шли по длинной схеме. Это двое с половиной суток примерно полета. Мы шли по шестичасовой схеме, то есть быстрее. И поэтому нам не требовалась дополнительная электрическая энергия, которая получается с помощью тех самых солнечных батарей от солнца, от солнечной энергии. А вторая внештатная ситуация была, когда у американцев сработала аварийная система по утечке аммиака. Он используется как рабочее тело в контуре системы терморегулирования, внешнем контуре системы терморегулирования. Но я не хочу вас загружать с лишней информацией. Просто поверьте, что через теплообменник он входит в станцию, и аммиак он сам по себе очень токсичный. Собственно, это одна из самых страшных внештатных ситуаций, которая могла быть. Но самое, опять же, к чему она могла привести, к печальным самым последствиям и потере станции. Потому что если бы атмосфера полностью оказалась на американском сегменте заряжена, то мы бы потеряли станцию. Соответственно, мы сделали все согласно книге нештатных ситуаций, нашим знаниям, наработкам, полученным на Земле. То есть сразу же одели противогазы, американцы прилетели к нам, мы закрыли люки, взяли пробы воздуха на чистоту атмосферы. Российский сегмент оказался полностью чистый. Но и для американцев, к счастью, на тот момент в НАСА работал специалист, очень грамотный, который очень быстро среагировал. И этот контур, где была утечка, падение давления, датчик падения давления сработал, где он его успел быстро как бы обрезать, так скажем, да, ну, условно, и пустить по запасному пути. По запасному пути это теплоноситель. То есть утечка была совсем небольшая, поэтому станция оказалась целой. И вот интересно, как космонавты отмечают День космонавтики? Ну, для нас это рабочий день, потому что, как правило, очень много встреч, особенно в этот день, в преддверии 12 апреля, в этот день встречи, поздравления, знакомые, и не только, и телевидение в том числе, конечно же. Но, как правило, я поздравляю всех тех, кто работает в космической отрасли, моих знакомых, друзей. Со многими мы проделали достаточно такой длинный путь, вот, жизненный, скажем так. Поэтому, наверное, скорее всего, состоит вот из таких приятных мелочей, конечно, многие поздравляют. У меня он такой загруженный достаточно в этом отношении. Ну, и, конечно, и, наверное, и сейчас хочется поздравить всех тех, кто действительно имеет отношение к 12 апреля, да и вообще всю страну поздравить с этой замечательной датой. Ведь именно наши специалисты, наши инженеры, конструктора, наши космонавты, герои открыли дорогу в космос всему человечеству. Я хочу всех причастных к этой замечательной дате поздравить с этим праздником, пожелать космического здоровья, вселенского счастья, любви. Конечно же, выразить надежду в успехах, в дальнейших наших успехах в освоении космического пространства. Вы знаете, еще хотелось бы спросить, а что бы вы пожелали детям, которые, может быть, только мечтают или хотят стать космонавтами? Ну, а мальчишкам и девчонкам, которые мечтают стать космонавтами и посвятить свою жизнь космосу, я хотела бы пожелать веры в себя, умения преодолеть себя в любых трудностях, несмотря ни на что, идти к своей намеченной цели и обязательно до нее добраться. Спасибо большое за ваши ответы. Итак, напомню нашим телезрителям, что это было мнение эксперта Елена Серова, космонавт, герой России. А мы продолжаем наш выпуск. Безымянный сквер в Оренбурге, возможно, будет носить имя Владимира Жириновского. Пока в городе стартовал интернет-опрос с таким предложением. Голосование продлится до 22 апреля. О других интересных событиях регионов России смотрите далее. Восточная Камчатка – одна из активных вулканических зон России. Вулкан Шевелуч в настоящее время извергает много пепла. По мнению ученых, его извержение может отразиться на окружающей среде и вызвать похолодание. А пока сильный пульнипад после выброса стал причиной отключения электроэнергии в поселке Козыревск и селе Майском. На юге Сахалина спасатели МЧС сняли с отрывавшейся льдиной 92 рыбака. Это произошло на озере Изменчивом Корсаковского района. Из-за плюсовой температуры льдиной толщиной 20 сантиметров оторвалась от берега. 12 человек и 4 единицы техники были задействованы в операции по спасению. Исхудавшего детеныша тюленя спасли на территории дамбы в Санкт-Петербурге. Его вес составлял всего 15 килограмм, хотя должен весить около 40. Только в такой массе он не мерзнет в холодной воде. Ему окажут квалифицированную помощь. Далее в программе. Про добро. Очередной гуманитарный груз отправился в зону СВО вместе с приехавшим из отпуска военнослужащим. Новости онлайн. О ходе строительства поликлиники в Ромашкове и новых автобусах в Звенигороде пишут в соцсетях нашего округа. Ну и по традиции увидимся через несколько минут. Не переключайтесь. Ранее в программе. Экономия, надежность, экология. Глава округа посетил отделение МОЗ «Облгаза» в поселке Барвиха и ознакомился с их работой. Подготовка к открытию. Андрей Иванов посетил Центр диспансеризации здоровья Подмосковью в Одинцове. Сезон клещей. Чем опасны эти насекомые для домашних животных? Узнал наш корреспондент. Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Сотрудники Одинцовской городской прокуратуры рассказали о нововведениях. Встреча с космонавтом. В преддверии Дня космонавтики в образовательном центре «Флагман» на вопросы детей ответил герой России Андрей Борисенко. И от классики до современности. В первой Одинцовской библиотеке состоялся квартирник, на котором выступил музыкант Алексей Алексеев. И мы уже рассказали много о важных исторических событиях, которые произошли 12 апреля, а также о праздниках, которые отмечают в этот день. Поговорили, естественно, о Дне космонавтики. Давайте узнаем, кто же сегодня родился. Например, легендарная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье. Также советский поэт-песенник Леонид Дербенев. А также знаменитый дрессировщик кошек Юрий Куклачев. Но это еще не все. О других звездных именинниках смотрите в нашем следующем материале. 12 апреля 1839 года в Смоленской губернии в дворянской семье родился русский путешественник и натуралист Николай Пржевальский. Его отец умер, когда мальчику было 7 лет. С тех пор воспитанием ребенка занимался дядя, страстный охотник и любитель путешествий. Николай Михайлович блестяще учился, окончил Смоленскую гимназию и Академию генштаба российской армии, служил в пехоте и преподавал географию и историю. В 1866 году Пржевальский был включен в состав экспедиции генштаба в Восточную Сибирь. С тех пор и началась его жизнь как путешественника, географа и исследователя. В 1867-1869 годах он занимался изучением Уссурийского края. Именно там была собрана его знаменитая орнитологическая коллекция. Мировая слава настигла Пржевальского во время первого путешествия по Центральной Азии. Тогда же он был награжден Большой Константиновской медалью, которая являлась высшей наградой географического общества. Сегодня именем исследователя названы поселок в Смоленской области, где находилось имение путешественника, горный хребет, ледник в горах Алтая, пещера недалеко от находки, а также несколько видов животных и растений. А еще ровно 200 лет назад, 12 апреля 1823 года, родился русский драматург Александр Островский. За годы творчества им было создано множество произведений, которые стали гордостью русской классической драматургии и актуальной по сей день. «Беспреданница», «Доходное место», «Гроза», «Таланты и поклонники», «Безвины виноватые», «Лес», «Волки и овцы». Но особое место в творчестве Александра Николаевича занимает пьеса «Снегурочка». И о других новостях. В местном отделении «Единой России» окружные депутаты, молодогвардейцы и сторонники партии передали бойцу очередной гуманитарный груз в зону СВО. Один из военнослужащих из Одинцова приехал в отпуск к семье, а вернется на передовое с гостинцами для сослуживцев. Полина Толмачева с подробностями. Анастасия и Даниил поженились 29 сентября прошлого года, а уже на следующий день новоиспеченный супруг уехал в зону СВО защищать родину. Мужа на передовую девушка отпускала с тяжелым сердцем. Волнение было, потому что не знаешь до конца, что там происходит на самом деле. Естественно, за своего близкого человека ты очень сильно переживаешь, волнуешься, не хочешь его туда отправлять. Но родину надо защищать. А не так давно томительное ожидание сменило настоящая радость. Мне позвонил мой муж, устроил мне мой, так сказать, маленький сюрприз. Позвонил, сказал, что его отпустили в официальный отпуск на две недели. Приехал, я очень счастлива, муж счастлив, отдыхаем, веселимся. За отдыхом и совместными прогулками пара не забывает о важных делах. Перед отправкой военнослужащего из отпуска они приехали в офис местного отделения «Единой России», где окружные депутаты, общественники и активисты молодой гвардии передали в зону СВО гуманитарную помощь, которую собирали со всего округа. И жители городского округа, и лесного городка, и Старого, Новоивановска, Одинцова, даже не важно, где они проживают, они все объединились для того, чтобы собрать нужные, теплые, хорошие вещи для наших ребят, чтобы они понимали, они не одни, они вместе с нами. Комплекты весенней формы, термобелье, носки, балаклавы, сшитые участницами движения «Серебряные волонтеры» и окопные свечи. Вместе с вещами передали теплые подарки – письма и открытки, сделанные учениками школ Одинцовского округа. Если нам нужны теплые послания, у нас есть ученики третьего класса, третьего А-класса, лицея номер 6, лицея имени Пушкина. И вот они сделали такие вот маленькие сердечки, которые мы передаем, в котором написано «Храни вас Господь». Уже завтра груз отправится на передовую, хоть немного, но облегчит жизнь героям и напомнит о том, как их любят и ждут дома. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Ну и мы продолжаем наш выпуск. У каждого из нас, кстати говоря, хранятся, наверное, ненужные вещи, которые давно просятся на свалку. Но иногда ненужный хлам оказывается настоящим кладом. Именно так случилось с жителем Уэльса. Старый автомобиль, стоящий у мужчины в гараже, оказался дорогостоящим раритетом. Об этом и в других интересных мировых новостях в нашем следующем материале. Британские эксперты проверили миф о рекламной прослушке смартфонов. Журналисты провели эксперимент, чтобы проверить, правда ли, что смартфоны на платформе Android слушают и записывают разговоры пользователей с целью показывать им соответствующую рекламу. Однако результаты эксперимента опровергли эту теорию. По словам специалиста по кибербезопасности Джордана Шредера, система не нуждается в прослушивании разговоров пользователей как минимум по двум причинам. Во-первых, у компании есть другие способы получить информацию о пользователе. А во-вторых, расходы на прослушивание слишком высоки, чтобы компания могла купить их через рекламу. Старый автомобиль, обнаруженный в гараже, оказался дорогим раритетом. В гараже на юго-западе Уэльса была обнаружена старая машина Fassel Vega HK500, которая оказалась редкой моделью, выпущенной всего в количестве 485 экземпляров. Fassel Vega была французской автомобильной компанией, которая производила роскошные автомобили в 50-60-х годах прошлого века. Эта конкретная модель была выпущена в 1959 году и продавалась за 5000 фунтов стерлингов, что на тот момент было очень большой суммой. В настоящее время стоимость такой модели может достигать более 200 тысяч фунтов стерлингов на аукционах. После обнаружения машину отправили на реставрацию, чтобы привести в рабочее состояние. Древнее океанское дно обнаружили на границе ядра и мантии Земли. Ученые из Алабамского университета с помощью глобальной сейсмической визуализации открыли густой тонкий слой, который, возможно, представляет собой древнее океанское дно. Эти исследования наглядно показывают, как современные научные методы стремительно расширяют знания о нашей планете и ее происхождении. Использование сейсмической визуализации глобального масштаба позволяет исследовать глубокие слои Земли, которые раньше были недоступны для изучения. Результаты этого исследования могут привести к новым открытиям и полезным приложениям в различных областях – от геологии до геофизики и климатологии. Ход строительства поликлиники в Ромашкове, новые автобусы в Звенигороде, акция «Диктант Победы». Об этих и других новостях, которые обсуждают и освещают в социальных сетях нашего округа, в нашем обзоре. Строительная готовность двухэтажного здания поликлиники на 350 посещений в смену в селе Ромашково составляет 50%. В здании продолжаются черновая и чистовая отделка, фасадные работы и устройства инженерных коммуникаций, монтаж лифтового оборудования, устройства козырьков над входными группами. Об этом сообщает телеграм-канал «Отенцова Оперативно». Еще четыре новых автобуса большого класса «НЕФАЗ-5299» выходят на маршруты в Одинцове и Звенигороде. Это комфортные современные машины, оснащенные системами климат-контроля, видеонаблюдением, электронными рейсоуказателями. В автобусах предусмотрена система наклона кузова в сторону дверей на остановке «Книлинг», что облегчает посадку и высадку пассажиров. Для удобства маломобильных людей встроена механическая аппарель, а в салоне место с креплениями для инвалидных колясок. Рядом с ними кнопка связи с водителем. Об этом сообщает телеграм-канал «Иванов Лайф». Международная историческая акция «Диктант Победы» в рамках партийного проекта «Историческая память» состоится 27 апреля на региональных площадках по всей России, за рубежом, а также онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Подробнее об этом читайте в телеграм-канале «Про округ». В Подмосковье проходит фестиваль анимационного кино «Весенний мультпарад», в рамках которого зрители знакомятся с работами современных российских авторов, номинантов и победителей открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. Посмотреть новейшие отечественные мультфильмы можно будет 16 апреля в Звенигороде в культурном центре Любови Орловой, улица Московская, дом 11. Об этом рассказывает телеграм-канал «Про отдых». А сейчас, наверное, настало время нашей любимой рубрики. Любимой, по крайней мере, нашими телезрителями однозначно. Ты знаешь, что по статистике молодые люди, когда знакомятся, они первонаперво узнают, кто же их вторая половинка, предполагаемая вторая половинка по гороскопу. Оказывается, молодые люди уделяют этому особое внимание. Ну, я думаю, что не только молодые люди, люди и старшего возраста тоже иногда увлекаются гороскопами. Ну, я думаю, что наши телезрители сейчас узнают для себя что-то новое, интересное и, естественно, будут следовать, возможно, во многом советам наших астрологов. Мы рекомендуем вам прислушаться и запомнить, а вечером посидите, подумайте, а сбылось ли оно. Итак, сейчас мы сверим звезды и узнаем, что же они нам советуют. Они советуют, кстати, забыть о насущных проблемах и постараться сохранять спокойствие. Всем знаком зодиака следует помнить, вскоре все печали и трудности пройдут. Ну, более подробно прямо сейчас. Пора бы отдохнуть и восстановить силы. Встаньте попозже, примите горячую ванну с аромамаслами и заварите чай с мятой. Вам тут же станет легче. Львы. Отбросьте все сомнения и перестаньте скромничать. Сегодня вас ждет настоящий успех. Девы. Этот день для вас пройдет под лозунгом. Счастье приходит к тому, кто умеет ждать. Все самое интересное впереди. Весы. Сегодня вокруг вас будет царить атмосфера романтики и блаженства. Дома, веселье и гармония. Скорпионы. Если вы давно болеете, то ваше самочувствие сегодня заметно улучшится. Кстати, именно сейчас важно уделить внимание здоровью. Стрельцы. Удивительно спокойный день. Звезды обещают, что сегодня некоторые ваши желания обязательно исполнятся. Козероги. Вы настоящий романтик и мечтатель. Лирическое настроение как нельзя лучше располагает к просмотру мелодрам и чтению любовных романов. Водолеи. 12 апреля для вас станет по-настоящему счастливым днем. Настроение будет боевым, поэтому не бойтесь вступать в споры, чтобы отстоять свою точку зрения. Рыбы. Возможно, вы все еще сильно переживаете из-за проделанной работы. Однако звезды спешат успокоить. Настало время расслабиться и сделать передышку. Ремонт дорог Одинцовского округа станет главной темой программы «Специальное интервью» на ОТВ сегодня в 2020. Каковы объемы запланированных работ в этом году? Что уже сделано на сегодняшний день? Как проверяют качество ремонта? Об этом и многом другом расскажет директор управления дорожного хозяйства и капитального строительства Одинцовского округа Сергей Батушенко. Как вы сейчас справляетесь с теми объемами, которые на вас, можно так сказать, свалились после зимы? Потому что дороги, естественно, у нас в Одинцовском округе, ну, не только в Одинцовском округе, могу сразу сказать, по всему Подмосковью, в общем-то, оставляют желать лучшего. Ну, я с вами, в общем-то, во многом готов согласиться, хотя у нас действительно не самые ужасные дороги в округе. Тем не менее, действительно, у нас была сложная зима с точки зрения количества перехода через ноль. Это естественным образом, ну, в силу законов физики ведет к соответствующим разрушениям дорожного покрытия в том числе. И, конечно, в связи с этим объемы разрушений, они в этом году, ну, больше, чем обычно. Наше доброе утро подошло к концу. Мы желаем вам хорошего дня. Берегите себя и прекрасного настроения. Всего вам самого доброго, удачи и, естественно, встретимся завтра на ОТВ.